В произошедшей аварии в Ленинском районе Иркутска разбираются сотрудники госавтоинспекции. Там 48-летний водитель иномарки сбил мать с 7-летним сыном. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу. В итоге маму с мальчиком, у которого зафиксировали перелом ноги, доставили в больницу. А вот где ходить и ездить не просто нельзя, а еще и смертельно опасно, так это по льду водоемов Прибайкалья вне ледовых переправ. За это с начала 2023 года в Иркутской области уже 104 водителя привлечены к ответственности. Многие автомобилисты переоценивают крепость льда, при этом прекрасно осознают, что безопасность на несанкционированных ледовых трассах никем и ничем не обеспечена. А вот оказаться в воде и подо льдом шансы очень высокие. Особенно в местах популярных для отдыха. Одно из таких переправа на Малое море. Еще по-прежнему не открыто. Сейчас строители проложили трассу в обход огромной трещины на целый километр в сторону. Предварительно открытие официальной переправы запланировано лишь на 15 февраля. Тем не менее, в эти выходные сотрудники МЧС опять в усиленном режиме будут патрулировать подобные места. С сегодняшнего дня усилена группировка на акватории озера Байкал. На излюбленных местах это Большое Голоусное, поселок Листвянка, а также Малое море. Усилена группировка как сотрудников государственных инспекций по маломерным судам, так и сотрудников других надзорных органов. Но любители отдохнуть и выехать на лед у нас есть, поэтому в выходные дни особенно группировка будет увеличена и будут работать на предупреждение, в большинстве случаев не на выписку штрафов, а чтобы предотвратить трагедию.